накапала я зеленку вот такая красота у нас получается вот такая красивая убойная смесь получается недели три назад на томатах посаженных у меня на улице началась фитофтора и неплохо так началась я даже об этом видео снимала листья видно что повреждены но если подобные проявления на листьях можно отнести к различным заболеваниям то для меня первым признаком фитофтора является почерневшие стебли и плоды плоды стали здесь загнивать чернеть самые первые которые стали чернеть я отсюда убрала сейчас покажу те которые остались плод черный вот его и оставила на этих плодах тоже начала проявляться но их я уже не трогал эти плоды я уже не стала трогать и на данный момент как я вижу это проявление фитофторы полностью остановилась плоды больше не чернеют как я сказала три недели назад это было да если бы фитофтора такими же темпами продолжалась у меня просто здесь был бы уже сплошной падеж стопроцентный фитофтора здесь практически нет все стволы больше не чернеют листья больше не опадают вот даже здесь видно что наросла такая свеженькая новая макушка здесь тоже я уже практически отчаялась собрать что-либо со своей уличной теплички которые только так называю она фактически у меня открытая к прикрыта с трех сторон крыши нет и каково же было мое удивление когда спустя три недели вот такой прекрасный урожай фитофтора перестала распространяться здесь плоды перестали чернеть они наливаются увеличиваются в размере и даже стали поспевать это просто какое-то чудо что я здесь делал у меня здесь медные гвоздики прошлом году я показывала что использовала их поэтому первым делом я проткнула все стебли медными гвоздиками далее я обработал уксусом у же об этом есть рецепт на канале третий момент у нас наступила очень жаркая погода 30 градусов возможно это также повлияло на то что фитофтора споры фитофторы перестали размножаться и фитофтора просто затихла может быть она ждет более сырой погоды может быть и так но этот способ зная что жаркая температура влияет на распространение фитофтор я использую в теплице об этом у меня есть видео я закрываю там двери окна и устраиваю баню и последний момент я впервые здесь использовалась зеленку два раза в течение недели я использовала зеленку и считаю что возможно даже это ключевой момент потому что зеленка очень сильное антисептическое средство которое воздействует даже на стафилококк не каждый антибиотик может побороть этот возбудитель но зеленка такое простое средство способно воздействовать на подавление золотистого стафилококка поэтому думаю что фитофтора зеленки тоже возможно поддается вот такие методы я использовала свои теплицы результатом я очень довольна здесь тоже интересные у меня сорта и гибриды растут вот какие плоды вот здесь у меня плоды завалились я уже даже не стала ничего подвязывать вот огромный плод я думаю что может быть даже грамм 800 900 огроменный на вот как видно все уже у меня тут позабыто позаброшено ничего не стала не подвязывать стала них как-либо заботиться на полулитровый пульверизатор я использую кефир или сыворотку полстакана или даже можно меньше и последний раз использовала 60 капель зеленки никакого ожога ничего подобного на растениях не случается поэтому сейчас буду именно такую дозировку еще раз профилактически применять накапала я зеленку вот такая красота у нас получается можно сразу в пульверизатор разницы никакой нет сыворотка или кефир является хорошим прилипающим средством особенно если томаты на улице чтобы первым дождиком всю нашу смесь не смыло с них можно не использовать сыворотку и заменить ее на жидкое мыло она также является прилипателем такая красивая убойная смесь получается все это перелью и пойдем воевать светофторой полила я сюда воды в итоге у меня получилось пол литра вот таким образом по листьям по плодам цвета обработать конечно томаты после этого немножечко в крапинку ну я думаю это лучше чем потерять урожай это у меня уже третья обработка первые две я провела в первую неделю если использовать не кефир а сыворотку или же жидкое мыло то думаю следов вообще не будет видно сыворотка это тоже молочнокислые бактерии которые являются и подкормкой и очень хороши для иммунитета растений сзади вот какие кисти огромные я думаю что здесь мне вполне удастся собрать неплохой урожай народные средства вполне могут быть эффективными мне очень понравился этот способ буду и в дальнейшем практиковать этот метод чтобы вполне убедиться в его эффективности как вижу на данный момент все просто великолепно